Привет, привет, дорогие любители математики! Вот у нас по календарю 2021 год, а по восточному календарю еще пока 20-й. И скоро он уйдет, наконец-то уйдет год крысы. И будет Новый год! По-моему, мудрой коровы, если я не ошибаюсь. Обычно говорят дойная корова, но пусть будет мудрая корова. А у нас задача все-таки. Задача, друзья мои, дана трапеция, равнобедренная трапеция, боковые стороны равны. Проведены бисектрисы угла А и бисектриса угла С. Они пересеклись в точке Ф. Мало того, бисектриса угла А пересекла боковую сторону СД в точке К. Это условие. И еще такая трапеция, что ФС параллельно АБ. Вот прямая ФС параллельно АБ в боковой стороне. Вот такие дела. Известно, что ФК равно 4 корня из 3 и найти отрезок ФСХ. Думаем мы, решаем, гадаем, соображаем. Чем хороша эта задача? Как выяснится потом, эта задача просто практически всего курса геометрии за 7-8 класс. Ну давайте, какие могут быть рассуждения? Что же мы видим? Первое. Трапеция четырехугольника, у которого противоположные стороны параллельны. Стало быть, две параллельные прямые, секущие и накрест лежащие углы равны при параллельных. Значит, вот этот уголочек точно такой же, как этот. Верно? Значит, большой треугольник, давайте я поставлю точку М, М, С, Д, равнобедренный, потому что углы при основании равны. Этот треугольник равнобедренный. И еще, посмотрите на фигуру АБЦД, МАБЦМ, без всяких Д. Этот четырехугольник параллелограмм, потому что у него противоположные стороны попарно параллельны. Именно такое определение параллелограмма. И свойства параллелограмма у параллелограмма, противоположные стороны попарно равны. Итак, AB равно CM. Видите? Но трапеция равнобедренная, значит отрезок CM равен не только AB, но и CD. И получается, что этот треугольник еще и равнобедренный вот с этим основанием. Значит этот угол равен углу D. И что же мы сделали? Какое открытие? Оказывается у этого треугольника, вот этот кусочек равен вот этому, да? И вот эта сторона равна им. Этот треугольник равносторонний, потому что у него все три угла равны. А в равностороннем треугольнике каждый угол равен 60 градусов. Потому что сумма углов треугольника 180 делим на 360. Вот этот уголок, друзья мои, 60 градусов. Итак, у нас есть сторона в маленьком треугольнике. И напротив него угол 60 градусов. Не хватает еще одного элемента. Если бы в этом маленьком треугольничке нам знать хотя бы один элемент, то мы его найдем и теорему синуса можем использовать, и теорему косинуса, а может быть просто каким-нибудь другим способом отыщем. Вот хорошо бы найти в этом треугольничке какой-нибудь уголок или сторону. Но сторону мы не можем найти пока, потому что не хватает угла. Итак, этот угол 60, этот сколько? 60 тоже. И этот угол 60. Прямые параллельны. Этот уголок и весь этот какими являются? Соответственными. При параллельных и секущих 60. И весь вот этот 60 тоже градусов. Так? А вот этот угол такой же, как угол С, потому что углы при основаниях трапеции равны. Верно? Значит, 120. И посмотрите, какая штука. Но можно было еще и попроще решить. А раз это бисектриса, то вот этот уголок 30 градусов. Верно? Ну, вот сейчас вот есть несколько способов, чтобы нам найти вот этот уголок. Один из них. Прямые параллельны. И АФ секущие. Значит, накрест лежащие углы равны. Вот этот угол 30 градусов. И как вертикальные. Наш угол вот этот тоже 30 градусов. И фактически задача решена. Осталось только найти сторону Х. Если вы этого не увидели, то вы можете посмотреть вот на вот этот четырехугольник. У него 30 градусов. 120, 60. Мы можем найти вот этот тупой угол. Верно? Из 360 вычесть три вот этих угла. У вас получится 150. И дальше находитесь смежный с ним. Смежный это два угла, у которых одна вот сторона общая. Две другие лежат на одной прямой. Сумма смежных 180 градусов. Вычитаем из 180. 150. 30. Ну, наверное, еще есть какой-то способ, да? Видите, сколько правил удалось повторить. Итак. 30, 60. Сумма острых углов. 90 градусов. На третий угол остается именно 90. Итак, этот маленький треугольничек прямоугольный. И теперь вы можете найти сторону Х. Можете использовать теорему синусов. Можете использовать, если захотите, можете составить уравнение. Потому что вот этот отрезок СК лежит напротив угла 30 градусов в прямоугольном треугольнике. И равен половине гипотенузы. То есть он Х пополам. Составляете теорему Пифагора уравнения. Находите Х и решаете. Но можно еще иначе. Давайте сразу найдем гипотенузу. Если не помните, как ее найти. Ну, давайте рассуждать. Вот у нас есть катет. И для этого катета есть прилежащий угол и противолежащий. Если хотите через прилежащий угол, тогда используйте косинус. Забыли, как найти гипотенузу? Просто напишите. Косинус вот этого уголочка 30 градусов. Правильно? Косинус это прилежащий катет. Разделить на гипотенузу. Прилежащий катет 4 корня из 3 делим на нашу гипотенузу Х. Ну, а теперь надо гипотенузу просто выразить. Гипотенуза равна 4 корня из 3 поделить на косинус 30. Откуда это взяли? Дробная черта означает деление. Чтобы найти делитель, нужно делимое разделить на частное. Второй класс. Ну, а если не так, то по свойству пропорции Х наверх, косинус вниз и все. Крест-накрест. Ну, а теперь давай считать 4 корня из 3. Заменим дробную черту с знаком деления на корень из 3 пополам. Косинус 30, табличный угол. Ему надо знать наизусть. При делении дробь переворачиваем и умножаем. Равно 4 корня из 3 умножить на 2 деленное на корень из 3. Корень из 3 сократили. Дважды 4, 8. Хотите, используйте теорему синусов. Если этого не увидели, отношения стороны к синусу противолежащих углов равны. Берете 4 корня из 3 делите на синус 60. Берете Х делите на синус 90. Синус 90 единиц. Еще и это повторите. Или по теореме Пифагора составляете квадратное уравнение. Решаете его и находите ответ. Вот если вам удастся пересчитать, сколько здесь правил, вот будет здорово. Вся геометрия практически повторяется от 7 до 8 класса. Потрясающая задача. Может быть не такая сложная, как мы привыкли. Но именно логическое построение одного за другим утверждения и доставляет восторг или доставляет удовольствие от решения этой задачи. И приводит зрителя в восторг. И самое главное, того, кто решает. Всем большой математический привет. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok